Всем привет дорогие друзья, с вами Will Know и в этом видео расскажу вам о всех еженедельных новостях, которые случились и очень вкусных событиях, которые появились на этой неделе, о бафах, какие нам подарили великий бог Близзард Энтертеймент, но перед этим сходу, как всегда, тымовички, тымовички, это когда ты принес домой красивый цветочек, посадил ее в вазу, а его съели кошки, это не вероятное ощущение, поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени, оставьте свои комментарии, что вы думаете. По данному поводу начнем мы, ребяточки, с еженедельных событий, классных, очень вкусных, начнем с того, что в путеводителе по приключениям 4 подземелья ключа или мифических нулевых и получаете 213 замка Нафрия, что отлично, либо 220, если повезет и выпадет с финальных боссов, что вкусно, что классно, ребяточки, естественно, наступен 30 уже уровень известности будет, что значит, что будут самые уже топовые с локальных заданий штучки-дрючки за известность и с вот этого вот фиолетового призыва, фиолетового призыва будет 210 иногда падать, что вкусно, что значит, что может появиться крутые аксессуары, как, например, колокол 210 на искусность для совухов, вроде как очень интересные, да? Естественно, еженедельные задания на стычки, на арену и так далее, это все классно, замечательно, также у нас будет ярмарка на Волуне, 10% опыта и 10% репутации, она продолжается, и еще к тому же надо посетить обязательно любовную лихорадку, которая начнется и лунный фестиваль, и, естественно, видео на эту тему я сделаю, естественно, видео я на эту тему сделал, они у меня уже есть, но я обновлю именно в эти дни, когда эта красота выйдет, что получить, как сделать достижения и так далее и тому подобное, да? И это хорошо. Это вот такие у нас классные события, что у нас еще, ребятчики, интересного? Еще интересного тот факт, что нам срочно исправили кое-чего и кое-чего добавили, Близзарды потихонечку своими спицами сшивают нам приятный баланс, потихонечку да помаленечку. Итак, что у нас есть? У нас есть рыцарь и смертель, лед, урон всех способностей увеличен на 5%, урон по таланту поток холода уменьшен на 10%, охотник на демонов истребления урон на 3%, охотник, повелитель зверей на 5% урон, выживание на 5% урон, мах, фрост на 5% урон, паладин больше не рассеивает паладина, когда он погибает, аура какая-то там была, аура сопряженности он и магии, разбойник, подожди, ликвидация 5% урон, шаман 3% урон, совершенствование, это энг который, да, вроде как. Так, чернокнижник, что у нас здесь? Еще 5% урона Дестрику дают, невероятное ощущение, воину Армсу неожиданно дают еще 3% урона, Низдосу 3% урона, какие-то там ПВП таланты, храбрый командир, что-то там меняют, но это вообще, в общем-то, не имеет ни голого, мне кажется, значения. Значит, что у нас? Ночной народец Ковенатов, теперь в момент срабатывания защитного стручка, видимо, творец снов, находясь внутри стручка, игрок пропадает из цели, вот, пропадает из цели, а что, он был в цели когда-то? Этот стручок появлялся в ПВП, и ты думал, что ты победил, а он на самом деле даже никак не отображался, оказывается, ты не победил, он там вскрыто сидел, интересный стручок, проклятый стручок, так, минимум творец отражается белым цветом, как панель игрока, вместо красной панели прислужника, какой-то еще стручок пофиксили, да, подземелье и рейд у нас, что теперь? Открыл с помощью пахального ключа подземелья, при активном тираническом модификаторе запас здоровья увеличивается на 30%, а не на 40, фикс тираника на 10%, хп меньше будет у противников, у той стороны урон разрядки уменьшен на 33, так урон безголового клиента на 40% уменьшен, какие-то тут, короче, даже вот, ну, я думаю, что нет смысла сильно прям как-то это, что-то говорить, в общем-то, в той стороне, в туманах тирно-скита, в чумных каскадах, кровавых катакомбах, шпилях перерождения, смертельной тризне, театр боли, фиксится урон и хп разнообразных мобов и разнообразных, соответственно, способностей, потому что это очень все долго однозначно рассказывать, что-то где-то, где что уже начинало ваншотить, да, то есть, думаете, почему эти фиксы происходят? Потому что люди доходят до 25-26 ключа, а там уже тупо ваншот, вот там уже тупо ваншот, и типа, не важно какой аффикс, просто некоторые скиллы, это ваншот, а это уже несовместимо с реальностью, поэтому это и пиксит, и тем самым делают легче другие ключи предыдущие, и тем самым растет высший максимальный ключ, чтобы никто ничего там не понимал, да, значит, что у нас, предмет награды, ванки, скоруна, замок на афре, теперь повышают удовлетворенность на 100, ранее на 40, еще бафы на замок, так, значит, что у нас, задание, какая-то, приносит слишком много очков прогресса для здания призыва бастиона, какая-то там, какие-то абузы невероятного ощущения, но это, ребяточки, еще не все, теперь с бешеное чудовище у рыцаря смерти больше не делает с активным, если игрок снимает предмет, то есть, видимо, абуза легендарка какой-то там был невероятный, у охотника радио действия проводника преимущество стрелка был обновлен для соответствующего, темное восстановление корректно накладывает периодический эффект урон на союзников, раньше, видимо, не накладывало, ну, то есть, какая-то возня, какая-то возня, ничего, в общем-то, интересного, так, значит, теперь получаемый от мучительного модификатора урон сокращает время действия периодического эффекта темное восстановление на союзниках, значит, в общем-то, такое, да, в общем-то, такое, какие-то микрофиксы уже, скажем так, неинтересно, неинтересно, да, значит, что у нас дальше, дальше, следующая новость, ребяточки, это ночной народец, вот, ночной народец, недоволен, это классика, да, как вы знали, недавно апнули почти все комбинатные вот этих вот работяг, которые ходят, там, что-то добывают, там, какие-то штуки со столов, а, собственно, ночной народец жестко понерфили, настолько жестко, что теперь все-таки, ой, не могу выполнить ни одно задание, ни одно задание выполнить, да, и самое главное, в комментариях под этим постом куча людей пишет, да, пофиг, отправляйте на самые большие, самые сложные, когда проигрываете, все равно все опыт получают, в общем-то, я так и делаю, сижу качаю персонажей, и, как многие говорят, примерно с 40-45 уровня ночной народец таки сможет уже начать выполнять задания, которые доступны, очевидно, нам, да, так что ночной народец, вот, как там это, вставь защитную позу, ждем, ждем подкрепление, ждем подкрепление уровней, да, а у нас интересная тема, ребяточки, у нас, значит, уже состоялся анонс Близкона, который пройдет 19-20 февраля, к сожалению, мне не очень нравится его время, потому что в первый день, 19-го, стартует в час по Москве, а потом в 23-го по Москве, 20-го февраля, в первый день, все новинки скажут в течение первого часа, а потом уже будет такой отдельный, скажем так, более умный рассказ, значит, и 20-го февраля уже будет какой-то там конкурс и приколюха, видимо, вот эти вот всякие косплееры, вся эта возня, вся эта возня, ну и с приходом всей этой возни, и вообще, наверное, мы, может, даже и включим стрим под это, но это не точно, это час ночи, насколько мне будет не лень в час ночи включить стрим и посмотреть, потому что это, естественно, for free, бесплатные трансляции будут, да, потому что они в режиме онлайн из-за коронавируса, такие делишки, но это, ребяточки, еще не все, еще не все, это нам принесло что? Очевидно, они все равно решили заработать денег и начали продавать всякую хренотень, вот, хренотень начали продавать, продают вот это вот медведи за 30 лет, ну вот здесь появляться будет, да, вот эта картиночка, там куча всякие там портреты, внешки, крылья в дьявлу, куча вот этой возни, которую даже, ну, показывать, перечислять нет смысла, и многие люди сразу же увидели, спойлеры, спойлеры, потому что за подарок, покупку этого билета, вы получаете питомца лунного дракончика пустоты, дракончик пустоты, это тот дракончик, который был в БК, в БК, там репутация надо было качать, чтобы драконов этих получить, и, соответственно, все такие, это что же значит, это что же? Анонсирует БК? Может быть, анонсирует, я бы на их месте, собственно, уже бы анонсировал, ну, скорее всего, так оно и будет, да, значит, более того, появилась за 6 месяцев снова новая акция, то есть, по сути, по той же цене, что 6 месяцев, и, конечно же, нельзя купить за золото, да, это я уже прометил, в какой-то момент можно было купить за золото первоначально, да, а потом нельзя, то есть, просто 6 месяцев ты можешь накопить жетонами себе рублей в ботный кошелек, и купить 6 месяцев, и тем самым даже сэкономить, получается, да, купить сразу 6 месяцев, а вот с наградой, с приколюшкой, стало нельзя, стало нельзя еще там 3 или 4 акции назад, да, от Близзарды, получается, Активижены, Боби-Котик такой, минуточку, это что, это не голдой там, что ли? Не понял, это что такое, типа, не настоящие деньги, да, вот голда вот, и все, ему это очень не понравилось, ребяточки, теперь только за рубли, и в этот раз летающий золотой бык нас ждет, летающий золотой бык, вот он летит, ребят, вот он летит, золотой бык, красивый, прикольный бык, я считаю, что довольно-таки неплохо в плане того, что, очевидно, вот золотого, ну, как золотого, там белый, типа, бык стальной, вот, а тут он золотой, золотой, наверное, в целях тематики World of Warcraft, ну, Илья Мэби ступит, потому что, вроде как, с другой стороны, бык любит золотой цвет, вот, который нынешний, да, и, типа, ему нравится богатство, вот поэтому он золотой, ну, вот такой вот, будет Таурен, на Таурене летать, скажем так, будет довольно-таки неплохо, мне нравится вообще, на самом деле нравится, я, на самом деле, не супер противник добавления некоторых маунтов в магазины, потому что хочешь, не хочешь, покупаешь, не покупаешь, да, то есть, знаете, вот, тоже вот странное мнение в какой-то степени, да, странное мнение, если вот так задуматься, если так задуматься, странное-престранное мнение, вот согласитесь со мной, то есть, смотрите, то есть, вот, все, как бы, хейтят эти магазины, как бы, все вот эти, вот, типа, донатные маунты красивые, нельзя их выбить и так далее, да, но, по сути, донатный маунт, что он показывает? Донатный маунт показывает, что ты, по сути, поддержал любимую компанию, купил его, Трансмох тот же, да, ты купил, ну, как бы, получается, вот зачем вся эта лебеда происходит, да, то есть, почему это многие люди не понимают, странно, да, ведь это, по сути, это символ того, что ты поддержал свою любимую компанию, да, вот ты им закинул бабла, чтобы они дальше развивались, то есть, одно дело, когда это, наверное, инди-компания, да, когда там три калеки-две чумы сидят, пилят нам игрушки, это одно дело им поддержать, да, когда это а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, компания Activision Blizzard, то это уже получается все мы мудаки, что покупаем их с магазинаа и так далее, Ведь это же нормально, я считаю, поддержать свою любимую компанию, кем бы она ни была, маленькой ли, или большой, это не важно, да? Более, ребяточки того, показали немножечко, как будет выглядеть, наконец-то, тренд, которого мы все заслужили, древнепутника, которое было за голосование 2020 года, какого маута мы хотим, и показали его разработку. Ну, то, что я, вот видите, сами сейчас, опять же-таки, сбоку, честно говоря, какая-то, ну, судя по всему, моделька, возможно, даже будет новая, Негрона даже, даже Негрона, вот, хотя ХЗ кого, получается, вот ХЗ кого, немножко иначе, мне не очень нравится, как он выглядит, пока что, то, что вы сейчас видите, вот видно тут сбоку, на левом экране, в принципе, плюс-минус, как он будет выглядеть, ну, ХЗ, типа, я, наверное, не фанат древний, вот, Как, собственно, любой орк, который, который получил жигалю, жигалю, вау, под башней Сарумана, ребят, тоже не фанат, получается. Значит, что у нас дальше? Что у нас дальше, ребяточки? Интересная новость, которую, я считаю, в общем-то, надо было бы сказать. И я не знаю, что это значит. Тут такая ситуация, в общем-то, в общем-то, да, у нас такая ситуация, что вроде как 100 гильдий, 100 гильдий победили эпохального силы Динатрия, вот. И, соответственно, что? За 40 дней, получается, все это сделано, это значит, что теперь эпохальный режим открыт в LFR, то есть, грубо говоря, что это значит? Это значит, что можно теперь заранее собранные группы собирать в рейд, сразу в эпохалку, и с разных серваков присоединяться. Кто не знал, в эпохальный рейд нельзя быть с разных серваков, надо быть на одном, вот. Это видео такая, последний кусочек, последний кусочек оплота нужды в гильдиях, да, потому что в любом другом случае это просто гильдии становятся бесполезными, потому что зачем они нужны, если можно с разных серваков набирать людей. Ну, вот, видимо, это, наверное, открывает, напишите в комментариях, открывает ли это. Вроде как вот написано, что залетели туда, причем хочу заметить, что 12 из 100 это Альянс, все остальные это за Орду закрыли фракции. Такие вот делишки, ребятушки, такие вот делишки, и такая финальная новость, как Рофл. Как вы знаете, в Китае есть строгие законы по поводу очень страшного контента и так далее, да, поэтому вот вам на затравочку просто такая отличная картиночка, как показаны персонажи у нас и как, очевидно, у них. Ну, я думаю, вы догадаетесь, где у нас, где у них, потому что у нас вы видели, а у них, честно говоря, в некоторых случаях выглядит даже страшнее, чем у нас. Там явно какие-то, вот, как правильно кто-то заметил, очень хреново рисовали люди, но хочу заметить, что мурдалак в шляпе, очевидно, топ. А я надеюсь, ребятушки, вам понравилось это видео и было полезным. Бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. Жду я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова